Девушки отдыхают На столах расположены менеджменты Обратите внимание, кто под копейки номера у нас сидит Чтобы выразить свое согласие, покажите мне вот так Смелее Особенность согласия выражает таким образом Для того, чтобы установить обратный след сегодня урок Давайте договоримся, что у нас будет хлопок Попробуем? Повторите Замечательно На уроке у нас с вами сопроводительный список Где вы будете выполнять определенные задания Ну, а сейчас мы начинаем нашу работу Внимание на экран Наступил момент, когда мы должны понять Что же нам предстоит изучить сегодня на уроке В нашей жизни происходят различные процессы И каждый процесс можно объяснить на уроках по-разному Вот так, на информатике Таким образом, данный процесс можно показать во время проведения опыта на уроке химии Вот так я показала этот процесс на уроке физики В жизни данный процесс встречается ежедневно Ну, а во время дыхания человека Или во то время, когда мы выполнили какие-нибудь физические упражнения Процесс регулярный после каждого приема пищи Ну и, конечно же, он происходит всегда, когда мы пьем воду О каком жизневажном процессе мы сегодня будем с вами говорить Замечательно, Алина И мы сегодня с вами раскроем только тему Мочевыделительная система Что вам хотел узнать? Смелее Слушаем Еще? Ну что ж, давайте будем считать, что это и будет являться целью нашего сегодняшнего урока Тема у нас настроения и функции мочевыделительных систем А начнем мы изучение с вашего с вами этого жизневарного процесса с главного органа И главного органа являются почки Перед вами модель почки человека, которая увеличена примерно в 100 раз И прежде чем мы с вами начнем изучать данный орган, я попрошу вас встать Повернитесь к этой стеной Покажите, где располагаются почки в нашем организме А почки у нас сколько, Данил? Две Давай второй раз, стоп Ага, запутались Хорошо, присаживайтесь Обратите внимание, что почки располагаются у человека в личной области С левой и с правой стороны А вам известно, что левая почка располагается всегда выше правой? Неизвестно? Хорошо, а как вы считаете, почему? Почему? Вот левой и чуть выше правой Как вы считаете? Сердце Сердце Слушай Сердце Так, еще какие предположения? Ну, что все это с кемочью Так, еще какие-нибудь есть предположения? Давайте вспомним с вами про органы пищеварения Может быть какой-то орган пищеварения все-таки служит препятствием для того, чтобы почки у нас ровно были расположены в организме? Ну-ка вспоминаем Так, еще какие предположения? Пусть сам у нас была в организме А, молодец, Алина, совершенно верно Именно печень, да, которая располагается у каждой стороны, да, и поэтому располагается почка у нас чуть ниже Для того, чтобы изучить строение данного органа, я вам предлагаю добыть самостоятельное знание Для этого вам, вы можете воспользоваться вторая группа энциклопедиями Первая группа, заходите на мой сайт, в раздел блог И третья, четвертая, пятая группа, я попрошу вас воспользоваться брошюрами Ребята, внимание! Во время выполнения данного задания, попрошу вас отмечать строение почки в сопроводительном месте урока Договорились? А время до двух минут нам будет достаточно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, попробуем с вами смоделировать строение почки человеку Кто желает мне помочь? Пожалуйста, идемте... Вы можете взять сопроводительный диск урока, потому что темы для вас сегодня многое Продолжение следует... Итак, вам необходимо расположить строение почки используя данный материал Продолжение следует... 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 А как же мы для каждого пробьем? Унилия? Расделились. Давайте с вами исполним процесс пищеварения. Что происходит в нашем организме в процессе пищеварения? Теперь мы только изучили. Пожалуйста, как поступают вища? Какие органы? Позап? Да, нет? Хорошо. Показывай. Показывай. Показывай сначала бортовую полость, а потом ее запущу в воздух. Звук там пищеваривается. Потом идет сначала так. Ну, общий вызывай. В чешечне. Там? Там она в 5 месяцев сосудов, переход в кровь. И кровь вызывается в 5 месяцев на поверхность. Но перед этим она фильтруется через почки. Потому что вместе с питательными почетами могут попасть сразу на предыдущие почетки. Молодец. Замечательно. Можно себе похолодеть. Вера, как ты считаешь, что же фильтруют почки? Ну, а завтра сейчас так нам подробно рассказал. Как ты считаешь, что фильтруют все-таки почки? Ты сказала, что они фильтруют воду. А все-таки они фильтруют кровь. Как происходит процесс фильтрации? Давайте с вами посмотрим. Я попрошу мне помочь. Кто желает. Вера, идемте. Мы будем с вами работать с химическими препаратами. И поэтому теперь я попрошу для соблюдения терминга и запасности одеть в халат и перчатки. И пройдем в санну. Клингерчу, расстреливать не нужно? Я с вами перчатки. Проходим сюда. Я создала модель почки, которая уже выполнена. Наша задача выяснить, что? Что придется? Что придется? Через чего? Попадает? Куда попадает? Это что? Через что? Через что? Немножечко. 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 Что это все-таки чистые? Посмотрим, как он заходит. Открываю. У тебя же перчатки. А я вот это открываю. Я вот это открываю. А через что вы походите очищенный рот? Я не хочу. Очистилась? Спасибо, Немножечко. Кажется, все так просто, да? А на самом деле... Все, Немножечко, спасибо. На самом деле хочу вам сказать, что фильтрация это достаточно сложный процесс, который происходит в вашем организме. Достаточно тонко необходимо получить для того, чтобы узнать, как же на самом деле он происходит. И я вам предлагаю сейчас открыть в ничебнике параграф 42. Найдите поселочицу параграф 42, раздел НЕЗКЛОНЫ. В течение двух минут очень внимательно, вдумчиво изучите, как происходит процесс фибрации внутри почки. Заглянем во внутренние почки. Договорились? Время пошло. Спасибо. Время пошло. Время пошло. Дождь нам почитать все это. Простите. Спасибо. 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 В частности, под номером 2 расположите лист формата А3 на середине стола. Работу будем выполнять в группе. Нам необходимо с вами смоделировать процесс фильтрации крови в организме человека, а именно в почках. То есть вам необходимо расположить все этапы по порядку. На выполнение задания в группе у вас прована 1 минута. Спасибо. 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 Мы Bolt T заправляемся в группе должен быть в группе в начинуте ползетаysем 5 breakup 3 Так. Как уже учем на это шкафaus делаем? Нет. Работу не относится. Не, быстрее. Давай подумаем вместе. Дальше что идти делать? Сначала струны в курицу, дальше думаем. О, ошибились, отморили? Хорошо. Участник под номером два. Передайте, пожалуйста, модель на соседний стол. Встаем. Участник под номером два. Лучше собой следую, ребята, обменялись моделью. А зад оставляйтесь, присаживайтесь. Передаем моделью. Лучше собой следую. Хорошо. Два. Так, все передали. Все передали. Все передали. Ну что, проведем с вами свою проверку. Так, а что получилось? В течение 30 секунд проверьте, пожалуйста, работу своих одноклассников. И если вы увидите ошибку, поставьте знак вопроса в том месте, где ошибка. Да? Как не感謝. Втор cay CDU иlow았 передали клитки. Все передали. Всё передали. Да? Возвращаем модель обратно. Возвращаем. Какой галантный отзад. Он сам забрал, сам сам нос отдал. Ну а теперь честно, признайтесь мне честно. В какой группе не допущено ни одна ошибка? Так, третий стол и ваш стол. Хорошо. Первый стол сделает у вас ошибка. Азов, слушаю. Или кто на спик? Пожалуйста, сделает у вас ошибка. Первый стол за картину, сделает у вас ошибку. Давайте послушаем друг друга. Хорошо. Слушаем вас, ребята. В каком месте допустили ошибку? Давайте посмотрим. Мы запутались, да? Хорошо. А где именно? Давайте разберемся, ребята. Это очень важный процесс электрации. Необходимо разобраться. Где именно у вас произошла ошибка? Посмотрим. Да. То есть как с самого первого, да? Отпошла ошибка. Дальше уже? Все. Хорошо. Пока мы выясняем другие ошибки, пожалуйста, исправьте свои. Дальше. У вас... Одна интересная ошибка. Одна интересная ошибка. Теперь вы поняли ее? Нашли? Хорошо. У вас. Тщательно у вас две ошибки. Одна интересная ошибка. Должна быть... Кочечная... Маканка. То есть... А вы... Определили, нашли свои ошибки. Исправьте их, пожалуйста. Исправьте. Стрелочками перенесите. Куда необходимо правильно. Я даю вам 13 секунд. Исправьте, пожалуйста. В это время у вас первый пятый стол. Гордятся. Внимательство значит, да? Читаем. Спасибо. Ребята, я вам сказала, что процесс фильтрации, который происходит в нашем организме, достаточно сложный процесс. Объясните мне, пожалуйста. А почему происходит в почках двойная фильтрация? После первого, после первого, может быть как-то шея. Что-то одно. Хорошо. Еще у вас какие предположения? Почему, давай, на этой фильтрации? Потому что первое... Сейчас может быть что-то одно. Объясните куда-то злое. Ну, первое, это ситуация. Очищать от чего-то. В первичной моче. В первичной моче. Что отфильтровывается? Всего идут. А полезные куда идут? Они остаются у нас. Где? В организме. В организме. Если бы была одна фильтрация, что бы происходило? Полезные. Сразу выводились из нашего... Вот. Вот теперь будет правильный ответ. Итак, моча у нас поступает... Где заканчивается у нас? Куда заканчивается? Что происходит дальше? Посмотрим небольшой видеофрагмент. Время. Прямо. 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 Пять. Прямо. Прямо. Разрешивайте. Девочка. Прямо. Проанализируйте, пожалуйста, как происходит процесс дальнейшего поведения мочи из организма. Кто желает? Кто желает мне помочь? Как происходит поведение мочи из организма? То есть уже после того, как покровь очистилась, вышла через почечную мину, все вот эти вредные вещества, которые находятся в крови, они собираются в область мочеточника, и оттуда выводятся мочевые пузырь, оттуда находятся по нужде. Спасибо. Кто согласен? Покажите мне свое согласие или не согласен. Все согласны. Хорошо. И появляется у нас какая единица в почке человека? Ты сейчас сказала. Какая единица в почке появляется у нас? В почке. Какое количество нитронов в почке человека? Слушай. Совершенно верно. Хотелось всегда заботиться о сварении мочевых системе своих почек. Оставьте, пожалуйста. За три минуты. А мы с вами вспомним несколько упражнений для того, чтобы наша выделительная система была всегда в полном порядке. Зажмите ручки в кулаке. Вспомните, где уже полагаются наши почки. Ага. Теперь уже знаем точно. Итак, это упражнение называется поколачивание. Слегка поколачивание в области поясницы, чтобы кровообращение в почках у нас с вами происходило. Носок. 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 Пяток. Расслабились. Стряхнули мышцы. Присаживайтесь. В одной из литературы прочитала. Врачи утверждают, что моча – это зеркало нашего здоровья. Объясните, почему они так считают? Под цветом врача можно объяснить, насколько это происходит, потому что врача не будет. Хорошо. Я смоделировала образцы мочи. Не переживайте. Это, в общем-то, всего лишь подкрашенная вода, в зависимости от того, какой цвет врачи. У вас в проверках тоже находится эта жидкость. Пожалуйста, посмотрите и обсудите в группе, в какой проверке моча здорового человека. Можете взять проверки в группе? Это вода. Не занимайтесь. В комментариях вы не сможете читать. Нормально. Спасибо. В итоге же я вас заинтересовала. Про вас, однако, извините. Спасибо. Кто желает ответить. В какой проверках моча здорового человека. Слушай, Сонфи? Да. Т.е. ты считаешь, что кто моча здорового человека. Кто согласен с ним, расскажите свое согласие. Так, хорошо. А у кого еще такие предположения? Вы почему не согласны? Я согласна. Ты согласна? Так, еще бывало такие предположения. Я считаю, что пробег не надо пройти. Почему? Потому что моча должна быть. Светлая, очень светлая моча должна быть. Ты просто молодец. Конечно же, моча здорового человека должна иметь светло-желтый цвет или, говорят, цвет соломенный. Кроме всего этого, у вас на столах располагается азбука. И моча должна быть у здорового человека прозрачная. То есть, буквы должны быть видны. Посмотрите, возьмите пробегку в руки. Видны ли буквы? Ну что ж. София указала, что там и проверки моча здорового человека. Я вам хочу сказать, что в данной моче обнаружены желчные пигменты. Скажите мне, пожалуйста, о каком заболевании может идти речь у данного человека? Желчные пигменты. Желчный орган другой выделяет? Да, вы не можете прохладить желчь и так далее, что это не становится. А формы никакой желчи выделяет? Нет. Желчный. 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 Вы не давно не видели. Что-то решает справа. 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 Видите? Вот, совершенно верно. Скорее всего, происходит нарушение работы печени. Ну, и здесь мы с вами видим мутный цвет мочи. Моча стыдно больного человека. Или, как врачи говорят, цвет местных помой. В общем-то, говорят о том, что у человека серьезное заболевание. Здесь видим, если вы посмотрите в пробирке, осадок, мутных и такой неприятный цвет. Ну, а чтобы у нас с вами зеркало наше здоровье моча, да, было всегда нормального цвета, как в первой пробирке, я предлагаю вам сейчас. Уберите в сторону сопроводительный лист урока. После сопроводительного листа урока у вас располагается вот такой цветной листик. Возьмите, пожалуйста, в каждой участнике конверт под номер два. Вытащите содержимое и разложите на две колонки. Каждый выполняет задание. В первую колонку положительные факторы, во вторую отрицательные. У вас клейте, клейте, конечно, клейте. Наassadors разложите на практике. И Удально. Продолжение следует... 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 И все, мешайте их купить, отправляйте сюда. Итак, раз, два, три. Посмотрим, что получилось. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Справились кучки в своей работе? Нет. Почему это произошло? Кому-то проходили. А что может вызвать кучку в своей работе? Не продали, не продали, не продали, не продали, не продали, не продали. Хорошо. Я попрошу вас дать и образовать группу. Оставляйте. Итак, мы образовали с вами целую систему. Какую систему мы сегодня с вами изучили на уроке? Дерейте. Она должна как работать? Увыяснить, сложить, правильно написать. И если вдруг происходит порушение, что происходит с системой с вами выяснили? Возвращение. Возвращение. Ребята, я хотела бы вас спросить. А что вас удивило сегодня на уроке? Потому что одна почва с положенной в уши будет сложное строение. Какие вы сегодня для себя сделали открытием уроке? То, что вы сделали на уроке. Так, еще. Ребята, а какие у вас вопросы остались ко мне? Которые бы вы хотели задать? Я бы хотела задать вопрос. Говорят, что вы начините тогда, когда вы передаете пищу или дальше... Ну, к пищу я... пить, когда у тебя болит желудок или еще что-то. Или моя бабушка все время ходит, если вдруг тебя ожег, ты ничего другого не делаешь. А она просто мочила и надо пробыть. Ребята, помогите. Давайте ответим вместе на вопрос Кузан. Требен это или нет? Требен. Требен. Можешь ли? Да, Мать Ви? Да, Мать Ви? Да, все влеты и вещества. И мы как бы облатно смотрим. Азат, я думаю, что я уже встроена, я выекция профессора. Еще есть какие-то вопросы ко мне? Нет? Нет? Сколько раз в день вы... Сколько раз в день вы... Сколько раз в кастрюле? Ага. Сколько раз в день примерно человек должен опровожнять свой мочевой пузырь? Три, четыре, 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 четыре. И мы с вами выяснили, что ни в коем случае нельзя что? Задерживать. Удержание мочи опасно для того человека. Совершенно верно. Если вы сейчас стесняетесь задать вопросы, но они у вас есть, вы можете выйти на мой сайт личный сурбежному.дрп. В разделе «Блог» есть дополнительная информация по строению почек и мочевыделительной системы. И оставите там свой вопрос. Я постараюсь вам помочь и ответить на него. В качестве домашнего задания вы можете также почитать информацию на сайте и изучить параграф 42. Мы взялись за руки и я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни были всегда только положительные эмоции. Чтобы вы как почки могли отфильтровать все негативное и оставить в своей жизни только что? Положительное. Хорошее и положительное. Я всей души желаю вам здоровья и благодарю вас за урок. Спасибо вам большое. Ну, лучше похвалы, в общем-то, именно нельзя. Спасибо вам. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Я представляю конкурс на задание в годических семинарах. Залом меня за успешным бюджетом, учитель биологии, средней школы номер 5. И тема моего методического семинара «Формирование биологического мышления через технологии моделирования». Подробную информацию обо мне вы можете узнать на сайте в разделе «Платфолио» обо мне. Открывайте ссылочку на сайт. Итак, современное общество сегодня нуждается в творческих одаренных личностях. Поколение людей, которые будут идти не только в полнословение, но и опережать его. Я считаю, что биология, как наука, является одним из предметов стратегического значения. Потому что именно мы способны тому, чтобы привить знания и подготовить детей к реальной жизни. ФБОС предъявляет сегодня достаточно высокие требования обучения. К результату обучения выпускников школы именно по биологии. Я определяю приоритетное направление средств достижения медных и медпредметных результатов. То есть формирование универсальных учебных действий у учащихся. Общество заинтересовано в людях, которые смогут применить полученные знания на практике. Свою деятельность в этом направлении я представляю как методическую систему, которая включает в себя целево содержательные, технологические и результативные компоненты. Педагогическая технология, которая наиболее подробно и результативно реализует данную поставленную цель, для меня является моделированием. Моделирование, я считаю, что это активный метод познания на основе деятельства подхода обучения в науке биологии. Таким образом, можно сказать, что программный материал уже содержит для формирования подобных умений все необходимое, и казалось бы, что все должно произойти само собой, но на практике этого не происходит. Необходимо найти такой механизм, который будет способствовать достижению медопредметных результатов в образовательном процессе. Ответ на этот вопрос я нашла, анализируя метод-предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы, основного общеобразования. В ней говорится, что учащиеся сегодня должны уметь создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели, образы для решения учебных и познавательных задач. Модель. Что скрывается под этим понятием? Используя различные научные источники, я, в общем-то, изучила новую технологию моделирования в педагогике Марии Владимировны Ядровской. Она выделяет, что модель позволяет наглядно отобразить изучаемый объект. Выделяет также она такие виды моделей, как объяснительная, эгоистическая, абстрактная. И, в общем-то, кроме всего этого, вновь были изучены труды новинка, которые тоже говорят о том, что образная модель лучше воспринимается ребенком, нежели объяснять что-то словеское. Научные труды этих людей подтолкнули меня на то, чтобы создать метод моделирования на уроках биологии. Таким образом, хочу вам предоставить, рассказать, вернее, предлагаю конкретные примеры, как начинается моделирование от более простого к сложному. В своей практической деятельности я добиваюсь того, чтобы каждый мой ученик, вне зависимости от того, какие у него начальные уровни подготовленности, освоил различные варианты моделирования. Самые простые виды моделирования, которые начинаются на изучении предмета биологии, это работа с текстом, заполнение таблицы, составление информационной карты. На основании полученных знаний, например, при изучении строения клетки на уроке биологии в пятом классе, мы используем пластилин. Пластилиновая работа пластилин достаточно пластичен и позволяет сформировать саму модель. Но ребенок не просто лепит эту модель, она осознанно после изучения темы предполагает, что модель клетки состоит из органоидов, располагает органоиды в зависимости от того, какая это клетка, растительная и животная. Но самое интересное достигается тем, что ребенок видит, если пластилиновую модель разделить пополам, то получаются две новые клетки. Мое маленькое мини-исследование, но такой огромный вывод о том, что оказывается, мы-то растем в результате того, что наши клетки делятся. Таким образом прослеживается связь с жизнью ребенка. При использовании пластилина на уроках, на занятиях по моделированию, учащиеся таким образом, я считаю, пропускают через себя всю информацию. Они анализируют, обобщают, устанавливают причинно-следственные связи и воплощают все это в модель. Переходя от более простого к сложному, моделирование продолжается в дальнейшем на уроках биологии в восьмом классе. Здесь на помощь приходят графологические модели. Невозможно дополнить все и структурировать в своей голове. Графологическая модель отображает обобщение темы пищеварения. Ребенок пишет различные терминологии, сопоставляет факты, задает себе же вопросы, то есть составляет общую графологическую модель того, каким образом происходит пищеварение в организме человека. Но анатомия предмет достаточно сложный и заглянуть вовнутрь себя невозможно. Тем более показать детям, а что происходит с нашими органами в результате воздействия каких-либо факторов. Здесь опять-таки я нашла для себя ответ, используя моделирование. Предметное моделирование на уроках биологии изготовления позвоночника позволяет продемонстрировать внутреннее строение позвоночника, а также гибкость позволяет показать, что происходит с изменением позвоночника в зависимости от того, как мы сидим, двигаемся или поднимаем какие-то тяжести. Данное, обобщение данного опыта было мною. Я был напечатан в журналист в подшколе апрель 2015 года. Выйти у нас ссылочка. Но нужно сказать, что также, например, продемонстрировать учащимся можно, как изменять структуру кожи человека от воздействия различных факторов. Можно продемонстрировать фрагмент урока, где показывается, как все это происходит. Это клетки коллагена. Объясняюсь вам. Вот клетки коллагена здесь. И, в общем-то, ребенок показывает, что коллаген в результате воздействия ультрафиолетового излучения разрушается. И мы здесь видим, моделируем такую ситуацию, что происходит на разрушении кожи. То есть появляются морщинки у нас на лице. Вот таким образом. Модели аналогии появились тогда, когда два предмета. Литература и биология. В чем прослеживается взаимосвязь между двумя этими предметами? Кажется, что они оба из разных миров. Но изучая в 8 классе железо-внутренней секреции, мы анализируем в произведении Тургенева записки охотника. Там достаточно подробно описывается заболевание железо-внутренней секреции на примере крестьянки Лукерии, которая из красивой девушки превращается, как говорит автор, в непонятное существо. Описание болезни дает учащимся понять, что же происходит с нашим организмом в результате действия железо-внутренней секреции. Но учащиеся настолько заинтересованы сегодня в познании моделированные, что создают свои модели, которые входят в проектную деятельность. Здесь мы с вами видим модель измоночника кожи человека. Это модель Доновса, то есть с помощью которых можно продемонстрировать дыхание человека, как двигатель диафрагмы и легкие внутри нашего организма. Это модель индикатора, ну а это модель почки, которая была изготовлена в прошлом году совместной работой учащейся в восьмом классе сразу со своими родителями. Но нужно сказать, что требование ФИГО сегодня предъявит и пишет, что необходимо, чтобы ребенок был готов и подготовлен к решению реальных практических задач. Об использовании теоретических задач в жизни мне помогает проект, который действует уже в течение нескольких лет в нашей школе, дизайн школьного сада. Начиная с первого класса учащиеся задействованы в работе того, что у них проходит практическое моделирование и сегодня переход от академического образования к практику ориентированным заложен в стандарте образования. И каждый год ранней весной учащиеся сажают рассаду, высаживают на школьном участке. Мы проводим различные виды экспериментов и результат нашего труда в 2015 году мы стали призерами регионального этапа всероссийского конкурса учебного опыта участка. Ссылка выходить на дизайн школьного сада. Особое место в моей работе занимает социальное моделирование. Оно дает возможность создать образцы оценки ситуации с точки зрения принятых в обществе новых неценностей. Работая таким образом над проектами, учащиеся учатся анализировать, составляют опросы, анализы, характеристики, ангетирование. И результат такой работы является проект, что он нас окружает. С данным проектом учащиеся с 10 класса защищали данный проект на Всероссийской олимпиаде школьников в 2015 году. Изучение биологии считаю невозможно без экскурсии. Но просто поехать на экскурсию или смоделировать. Мы сначала создаем модель экскурсии. То есть учащиеся делятся на группы и каждой группе дается определенное задание. В результате этого среди детей не бывает взывающих и те, которые просто относятся к равнодушным данной экскурсии. Они добывают знания. Кроме этого составляют видео, фото, фрагменты экскурсии. Здесь, конечно же, в помощь включаются и старшеклассники, которые проводят работу с младшими школьниками. Ну и начиная с 8 по 10 класс, большое внимание уделяется непосредственно профориентационной работе учащихся. Моделирование взрослых жизненного урока. Возможно, поучаствовать и почувствовать себя в роли эксперта, врача, исследователя, сэкционера. Я считаю, что побуждает активную познавательность школьников и погружает их в такую реальную, интересную работу. В связи с этим хочу сказать, что результаты моей работы, можно сказать, что активное участие в конкурсах с каждым годом растет. Кроме всего этого, увеличивается рост числа детей, которые принимают активное участие во всероссийских олимпиадах. Кроме всего этого, высокая результативность мы подбиваемся в мониторинговых исследованиях. Сегодня учащиеся наши пополняют вузы, где профилирующим предметом считается биология. Но и самое главное, что я считаю для себя, как результат своей работы, что самое ценное, что у детей растет познавательный интерес к предмету. Я верю, что мои дети, развивая биологическое мышление, никогда не допустят, чтобы наша планета превратилась в безжизненную пустыню.